Приветствую вас говорить о том, что это ваша жизнь, и что вам решать, как поступать, мы, конечно, не будем. По крайней мере, я точно не буду этого делать, потому что я понимаю, что вы пришли за помощью. У вашей мамы есть чёткое представление о том, кто подходит на роль идеального кандидата, ну, парни, внучья для вас. И как бы определённо она руководствуется своим представлением о том, каким должен быть мужчин. То есть у неё, как у женщины, есть свой какой-то образ, образ идеального мужчины, который она и старается навязать вам. Она осознанно или неосознанно, но она старается это сделать, потому что считает, что вот именно с этим мужчиной вы будете счастливы, считает, что именно с ним у вас всё будет хорошо. И надо сказать, что её мнение, оно не изменится на самом деле от того, что вы, например, будете выставлять уже вашего парня в наиболее выгодном свете. Потому что она взрослый человек, и как у любого взрослого человека, у неё есть своё мнение, свои взгляды, и если бы она их поменял, то, ну, было бы это странно. А самое главное, что ей бы пришлось менять всю свою позицию, ей бы пришлось пересматривать свои ценности, свои идеалы. Это очень тяжело. Давайте мы с вами попробуем определить так. Вот то, что вы говорите, то, что вы описываете, описываете вы реакцию своей мамы на ситуацию, это понятно, значит, на что направлено поведение вашей мамы. То есть, хочет ли она счастья для вас, или хочет она счастья, условно говоря, для себя. Понимаете, этот момент, он очень-очень важен. Если ваша мама хочет счастья для вас, если ваша мама хочет, чтобы у вас было всё хорошо, то в таком случае у вас нет другого выбора, на самом деле, кроме как своим последовательным поведением, своими последовательными действиями, своими последовательными поступками, показывать ей, что именно этот молодой человек для вас ничто иное, как счастье. То есть, вы, как бы, своей уверенностью, своей последовательностью, опять-таки, покажете своей маме, что вот это ваше счастье. И вы от него, например, не отступите, и вы его не призадите. И тогда у неё, ещё раз повторим, если она направлена на вас, если её позиция нацелена на то, чтобы у вас всё было хорошо, то рано или поздно эту ситуацию примет. И вашего молодого человека она точно примет. Но! Какие вы допускаете ошибки в своём поведении? На самом деле, вы допускаете ошибки в своём поведении только в том, что пытаетесь сделать так, чтобы молодой человек понравился вашей маме. И тем самым, вы, как бы, пытаетесь показать ей, что... доказать ей, что ваш выбор, который вы совершаете, он как бы обоснованный, он как бы верный, он как бы правильный, и вы своей маме пытаетесь показать, мол, смотри, вот я выбрал этого молодого человека, я, в общем-то, сожжусь с ним быть, и всё такое. То есть ошибка ваша в том, что вы, с одной стороны, вроде как, пытаетесь маме активно показать, что это ваша жизнь. Пожалуй, слишком даже активно вы пытаетесь ей это показать. А с другой стороны, вы, может быть, сами того не замечая, стыдитесь того, что делают, потому что начали скрывать. Понимаете, ваша мама, каждый ваш такой акт, каждый ваш... каждый такой поступок воспринимает как неуверенность в себе, как то, что вы сомневаетесь в правильности своего выбора, и до тех пор, пока вы будете искать её одобрение, либо пока вы будете как-то скрывать то, что вы делаете, а, как вы понимаете, и поиск одобрения, и сокрытие, это акцентирование внимания на данной ситуации, что не остаётся незамеченным вашей мамой. Так вот, пока вы будете это делать, пока вы будете заострять на этом внимании, ваша мама будет думать, что вы сомневаетесь, что это ваши ребятки, что вы просто делаете это для того, например, чтобы её послить. Ну, условно говоря, допустим, чтобы её послить. И это означает, это означает, что наиболее правильной линией поведения здесь является, с одной стороны, полное игнорирование неприятия вашей мамы, вашей мамы, вашего парня, с другой стороны, восприятие уже вами, как совершенно нормального и естественного хода событий в контексте отношений с вашим парнем, восприятие с юмором, то, что ваша мама говорит о том, что он неподходящий кандидат, то есть, ну, здесь можно сказать, что у мамы ты вот в моём возрасте так же не думала про своих молодых людей, которые тебе нравились или как. и, ну, это, вообще говоря, можно сделать один, максимум, два раза, а потом вам нужно просто игнорировать, то есть, просто не обращать внимания на подобные поведенческие элементы вашей мамы и общаться с ней на те же темы, что вы, например, общались вы, если бы не было молодого человека, при этом показывая ей, что вы не то, что, как бы, считаете самим собой разумеющим, то, что происходит с вами, но и даже говорить на эту тему не желаете, потому что обсуждение считается бессмысленным у каждого человека своя личная жизнь, и ваша мама так же, по вашему мнению, должна ее уважать. И вот, если у вас будет именно такое поведение, то, что есть поведение уверенного в себе человека, знаю, что он хочет, куда стремиться, и поведение человека уверенного в своем выборе, то со временем вашей маме не будет другого решения, кроме как смириться с тем, что вы делаете. Потому что в действительности она принимает только вас. Она не принимает ни вашего мужчину, она не принимает того, что он вам может дать. Ну вот, по ее мнению, только военный может дать что-то женщине то, что ей нужно. Но это по мнению вашей мамы. И пусть она за своим мнением остается. А вы, вы будете со своим мнением. И оно так же верно. Но понимаете, как? Если ваша мама нацелена не на вас, а на достижение своих интересов, то что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, и как бы вы себя ни вели, она все равно будет настаивать на своем, она все равно будет таким образом пытаться вами манипулировать, да, то есть своим поведением. И вам будет оставаться только либо отвечать на ее манипуляции, то есть позволять манипулировать собой, либо нет. Но во втором случае, если она не примет в итоге ваш выбор, если она не смирится, вы не понимаете, что во втором случае ваше счастье ее не заботит. И это значит, что кроме вас, о вас, больше никто не позаботится, кроме вас и вашего молодого человека. И поэтому здесь, именно здесь, в данном конъекте, мне бы хотелось сказать, что в конце концов, это то, что вы сами делаете. Это ваши шаги, как взрослого, знающего, чего он хочет, человека. и естественно, эти шаги встречают сопротивление со стороны вашей мамы. И это нормально. Она хочет, чтобы вы были уверены в том, что вы делаете. А эту уверенность ей вы, к сожалению, не даете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к Магу, если вам понравился мой ответ. Будем благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. в следующий раз. Спасибо. 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 Спасибо.